В ночь на 1 марта жители нескольких регионов передвинули стрелки на час назад. Теперь по всему Казахстану единое время. Как пережили его казахстанцы и что говорят по этому поводу те, кто вынужден привыкать к новым интервалам и распорядку, узнавал наш корреспондент. В ночь с 29 февраля на 1 марта появилась новая народная забава, правда, одноразовая. Многие жители сняли на видео, как время приближается к полуночи, а затем снова 11 часов. Единый часовой пояс, установленный в республике, это новая реальность. А вот что говорили ученые касательно перехода на единое время еще перед принятием такого решения. Они убеждали тогда в эффективности и общества, и правительства. Надо будет восстановить естественный ход биологических ритмов, и везде у нас будет унифицирован единое время по всей территории Казахстана, который будет во благо нашего народа. Часовые пояса можно так назвать УТС плюс 4 и УТС плюс 5. То есть нам необходимо просто, чтобы убрать этот лишний час, опережение времени декретом 30-го года, все стрелочки часов повернуть назад. Руководство вокзалов, аэропортов, а также авиакомпании призывали свериться с новым расписанием и звонить в колл-центры, чтобы не упустить свои рейсы и вовремя улететь и уехать в пункты назначения. А вот что, кстати, думают сами жители и пассажиры. Да, все понятно было. Нас предупредили заранее, что время уйдет на час назад. Нюансы при этом некоторые были. К сожалению, по табло у нас регистрация на рейсы завершилась, а когда подошли к стойке, она еще идет. Казусы тоже были. На некоторых телефонах время переводили вручную. К тому же из-за ошибки многие казахстанцы оказались старше своего возраста. Дата рождения на электронных документах вдруг поменялась. Позже и вовсе госуслуги стали недоступны в банковском приложении. Как сообщила 1 марта пресс-служба столичного аэропорта из-за некоторых технических проблем, точность статуса рейса, отображаемого в системе отображения информации о рейсах в аэропорту, и на его официальном сайте может быть временно снижена. Хотя запланированное время вылета и прибытия остается неизменным, в статусе рейса в режиме реального времени могут наблюдаться некоторые расхождения. Как бы то ни было, инициаторы перевода времени надеются, что казахстанцы все-таки привыкнут и смирятся с новым временем. Гульнар Умарова, Ахмедяр Ильясов, ТДК-42.